2,168, так, d4 играем, спокойненько, e6, c4, конь f6, конь c3, так, ну что, взяли, взяли, не взяли, получили, карлсбадскую структуру получили, всегда было интересно, что если слон вот прямо здесь, прямо сейчас выйдет на f5 или куда-то там еще, почему черные не выводят этого слона сюда, я не знаю, почему я пробил по f6, ну потому что в какой-то книге по метэшпилю я читал, что слона на f6 за коня можно отдавать, но поскольку, видимо, здесь не так активен черный слон, его наши пешки здесь встречают, ограничивают, поэтому черный чернопольник пока особо здесь слоном себя не чувствует полноценным, не жарится 5, он двинет. Так, то, что я дал ему c5 провести, это, конечно же, мое большое упущение. Так, а здесь на d5 нельзя ли забрать? На d5, потом на f6. Давайте. Оп. Рискую. Даже на f6 может и не брать, может быть сразу нет, лучше на f6 взять. Не, я здесь под мат попаду, скорее всего, потому как, ну здесь еще, наверное, наш соперник немножко пожалел, дает сделать такой шаг, такой шаг, такой шаг дает сделать. Напал на ферзя, так, теперь на f6 с шахом забрал, и бью на c5, и бью на c5, в общем. В итоге, сколько у нас пешек? 5 на 5 будет? Ну, знаете, неплохо, неплохо. Учитывая то, что у нашего коня поле d4 будет, где он будет себя по-королевски, по-царски чувствовать. Если ферзей разменяют, то, наверное, все будет прекрасно. Но если не разменяют, то мы бы пошли, наверное, доставать. Делаю рокировку, пока еще без рокировки тут не поиграешь, пока еще опасно все. Так, и коня ставлю, куда собирался. Ну, мне нравится, мне нравится. Мне кажется, соперник мог получше сыграть, чем ферзей за 5, там, под этот ход b4 он подставился. Скрыто, незаметно, напал я на слона. Так, и он говорит, что готов разменяться. А если правда разменяться, и на d7 заехать ладьей? Так. Вполне возможно, что там недостаточно будет какой-то активности нашей, и все закончится миром. С другой стороны, у него все-таки слон. Ладно, давайте мы его съедим. И заедем на d7. По крайней мере, отрежем по последней горизонтали его короля. А он делает вот так. Хорошо, я отхожу. И теперь на седьмой горизонтали моя ладья по-любому останется. А это значит, что я вполне возможно успею либо кого-то съесть из пешек, либо черный король останется отрезанным, и я своим королем приду, приду куда-нибудь сюда, и начну ставить мат. Есть пешки. Направо и налево. Так. Хорошо. Поехал, напал на пешку. Съели-съели. Он хочет себе пешку A оставить, и потом ею спекулировать. Судя по всему. Ладно, давайте пока E4 сыграем, F3. Хотя, может быть, и зря. Наверное, даже зря. Потому что он теперь короля на B2 поставит. Не короля, а ладью. И к нашей пешке же привяжется. Да, вот он ставит. Ладно. Немножко пройдем вперед. Отойдем так. G3 сыграем. Король G4. Будем пытаться реализовывать. Ой, не дал нам сыграть так. Ой-ой-ой. Да. Все теперь непросто. Ладно, все равно король G3. Тогда, и может быть, F4. Хотя F4 тоже мы не успеваем, наверное. К сожалению. Так, вот такой вот Эншпиль. Кажется, что... Казалось, что был он с преимуществом с нашим, но... В итоге... В итоге нет. Ух ты, и черный король еще куда-то побежал. Это все очень интересно. Хорошо. Пусть бежит. А мы пойдем G4 и поведем пешку у ферзи. Все, пошла пешка. И мне кажется, он ее не успевает остановить. Король Е8, А6. Король F8, А7. Ну вот теперь похоже, похоже на победу. Если чего-то не случится неприятного. Нет, не похоже таки на победу. Похоже на ничью. Наверное, в А5 можно сыграть просто черным. Но я все-таки буду пытаться, естественно. Пытаться вести... Пишульку. Так, ну а это не проигрыш лепешки. Со стороны черных. Мне кажется, что это проигрыш. Причем не просто пешки, а всего. Ой, только как здесь... Как здесь играть-то правильно? Так, пытаюсь разменять ладьи. А, ну так все, победа, кажется. Размен ладей приведет... К тому, что пешка проходит. Ну а это уже детский лепет. Все, все прошли. И это победа. Ух, ну тяжелый эндшпиль был, конечно, не... Не безошибочный. Так, ну и королем осталось только сделать пару ходов от шахов. Так, а это что? Может быть это намек на пат? Но нет, пата нет. Все. Хорошо. Ну такой плотный эндшпиль был. Плотный достаточно.